Здравствуйте, товарищи копейчане! Сегодня мы продолжаем урок истории в формате ответов на ваши вопросы. Вот у меня в ворох бумаг вопросов пришло очень много, но промежуток времени тоже был достаточно большой, и их не всегда удается сгруппировать по темам, поэтому часть из них будет сгруппирована, а часть будет, конечно, так, не совпадение тем, но так как вот они поступали, так я и буду отвечать. Вот письменно поступил на телевидение такой вопрос. Очень хотелось бы узнать ваше мнение по поводу ЦК КПСС, внедряемое в СССР ее генеральным секретарем Корякиным. Но что можно сказать? В России было очень много не совсем нормальных людей, или тех, кто эгоистично, пользуясь смутой, выдавал себя за самозванцев. Вот к часу таких самозванцев относятся и Корякин. Значит, какой ответ можем дать? Когда-то в 90-х годах был проведен, кем был проведен, непонятно, вне правового поля был проведен съезд граждан Советского Союза. Что это был за съезд, о нем, собственно, нигде и не писали. И было обращение, что надо возродить КПСС и Советское государство. Правильно, это очень хорошее обращение и прочее. Но появилось очень много всяких самозванцев, которые объявили, что они возродили КПСС и что они возродили Советское государство. Вот к часу таких самозванцев относится и тот Корякин, который объявил себя не только генеральным секретарем ЦК КПСС, но и председателем Совета Министров Союза СССР. То есть, тем объявил себя, чего вообще не существует пока. Конечно, очень жаль и надо было бы. Это большая трагедия, что ликвидирован Советский Союз. Но когда появляются вот такие люди, которые вводят остальных людей в заблуждение, то это, конечно, не совсем хорошо. Второй вопрос, который тоже этот же товарищ задает, он, к сожалению, свою фамилию не написал. Скажите, могли бы вы более широко развернуть мысль о том, как национализм противоречит глобализации? Ну что можно? Тут нет необходимости более широко развертывать. Национализм и его проявление, патриотизм – это одно. Это всем понятно, что это такое. Это любовь к своей родине. Это защита интересов и политических, и экономических своей страны. А что касается глобализации, то глобализация, она как бы примыкает к понятию интернационализма. Но это извращенная форма интернационализма, политизированная до крайности в интересах Соединенных Штатов, которые очень жадно смотрят на те сибирские богатства, которыми располагает наша страна. Поэтому глобализация и национализм, они находятся в таких довольно антагонистических, противоречивых отношениях. И надо понимать, как глобализацию, как политически извращенную форму национализма. То есть интернационализма, прошу простить. Теперь целый ряд вопросов посвящен к истории, имеет отношение к истории фашистской Германии. Надо отметить, что фашизм все больше и больше привлекает сейчас внимание исследователей. О нем очень много пишут и ученые-историки, и пишут публицисты. И особенно психологи стали уделять внимание личности Гитлера, что он из себя представлял как человек, а не как политический деятель. Поэтому стало поступать очень много вопросов в отношении Германии эпохи национал-социализма. Вот один такой вопрос об автаназии как политике нацизма. Да, действительно. В прошлой передаче я говорил о Бормане как сером кардинале германского рейха. И что Борман практически ведал вопросами, которые были связаны с поддержанием чистоты арийской расы. И слабые должны были быть уничтожены. Или те народы, которые не укладывались в рамки не только арийской расы, нордической расы, но и даже не должны были быть на одной земле с ними. Это еврейское население, это цыгане, это больные люди. А вот что касается слабых людей, которые были больны, то в Германии фашистской было принято такой закон об автаназии. То есть можно было уничтожать этих людей. И надо отметить, что это вызвало такое возмущение во всем мире, что нацистам пришлось отменить или приостановить действие этого закона. Но из 120 тысяч намеченных к уничтожению людей, искусственно умершли, но было 30 тысяч. И после этого, ввиду большого мирового скандала, даже гитлеровцы заморозили эту статью и прекратили эту автаназию. Теперь задают такой вопрос. Значит, интересует особенно людей, был ли Гитлер нетрадиционной сексуальной ориентацией. Вы знаете, сейчас о Гитлере пишут столько много, что не поймешь, был он или не был. Если почитать книгу Млечина, предположим, Леонида Млечина, посвященную личности Гитлера как человека, то он там утверждает «да». Причем этот порог, он был широко распространен в Веймарской республике, то есть в Германии после Первой мировой войны. Что касается Гитлера, то все отмечают, что Гитлер все время ходил в окружении молодых мальчиков, и Гитлер сторонился женщин, он избегал их. Потом он стал прикрываться тем, что он не может быть женатым человеком, иначе он потеряет интерес со стороны женщин, которые являются избирательницами. А женщины интересовали его как электорат, как те, кто проголосует за его партию и приведет его сначала в парламент, потом в правительство. Ведь дело все в том, что Гитлер пришел к власти легальным путем. Он попробовал прийти к власти нелегальным путем. В Баварии организовал мятеж в 1923 году. Этот мятеж провалился. Поэтому Гитлер, отсидев в тюрьме, какой-то срок решил, что надо идти только законным путем. И Гитлер, к сожалению, законным путем пришел к власти. И он делал все для того, чтобы внушить избирательницам, что у него жена – это Германия. И таким образом он поддерживал к себе интерес. Потому что очень часто женщины теряют интерес к мужчинам, когда признают, что он женат. Поэтому была у Гитлера эта нетрадиционная ориентация или нет? Ну, современники, в частности, кубичек, с которым в большой нежной дружбе Гитлер находился. Он не пишет, что Гитлер вступал в какие-то сексуальные отношения, но пишет, что он был влюблен в него. Это действительно так. Это какая-то взаимная любовь у двух человек была. Но интересно отметить то, что, придя к власти, Гитлер установил жестокие законы против лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Они подлежали уничтожению. Поэтому ответить на этот вопрос очень трудно. Сейчас в исторической литературе появляется самое противоречивое сведение на этот счет. Теперь другой вопрос. Почему у нас борьба с коррупцией ведется нерезко, ведется очень медленно? Но мне пришлось слышать ответ одного специалиста по борьбе с коррупцией, ученого. Ответ на этот вопрос. Я могу только донести то, что он сказал. Он сказал так. Если борьбу с коррупцией вести очень энергично и очень радикально, то в нашей стране некому будет управлять страной. То есть он этим подчеркнул огромнейшие масштабы коррупции. Борьба с коррупцией ведется больше на словах, чем на деле. И вы это прекрасно понимаете. Она как раковая опухоль пропитала собой весь управленческий аппарат. Дальше. Может ли быть война с Соединенными Штатами из-за Украины? Такой вопрос задают. Нет, я думаю. На нее никто не пойдет. Даже из-за Украины. Это может быть война, но война локальная. Но, предположим, могут быть военные конфликты между Украиной и Россией. И то они могут быть локальными, потому что вряд ли Украина может пойти на крупномасштабную войну. Не слишком силы неравные. Она может быть снабжена американским оружием. Но пойти на войну против России, я думаю, что этого не будет. А Соединенные Штаты Америки тем более не пойдут. Потому что война, может быть, атомной войной, это уничтожение человечества. Кроме того, обратить надо внимание на политику Соединенных Штатов в отношении Украины. Вот в каком плане. Украину они, конечно, поддерживают, агитируют ее, конфликтовать с Россией, поставляют оружие. Но не принимают Североатлантический блок. Почему? Не случайно это не делают. Ссылаясь на то, что собственное оружие, которое Украина может производить, он не попадает под стандарты НАТО. На самом деле, у НАТО существует такое положение в уставе НАТО, что если только хоть на одну страну, которая находится в составе Североатлантического блока, нападает где-то кто-то и начинается война, то весь Североатлантический альянс обрушивается на эту страну. Там прекрасно понимают, что Украина провоцирует постоянно в Донбассе войну против России. И что если только эта война начнется и Украина будет принята в Североатлантический блок, значит, будет поставлен вопрос о крупномасштабной войне Соединенных Штатов против России, чего американцы делать, безусловно, не будут. Ну, не все же там ненормальные люди, в конце концов. Там есть яслибы. Но спецификой Америки является то, что президент, несмотря на то, что он обладает огромной властью, он находится под строжайшим контролем со стороны Конгресса американского. И, конечно, здравомыслящие люди не позволят тянуть в атомную войну Соединенные Штаты. Поэтому, я думаю, что не будет такой опасности, нет. Теперь вопрос задают пенсионеры, причем политически грамотные пенсионеры, которые помнят, что было где-то в 50-х годах, в конце 50-х годов, в начале 60-х годов. Они задают вопрос оппозиции руководителя итальянской коммунистической партии, ее генерального секретаря Пальмира Тольятти, который выступил против многих положений политики КПСС. И, кстати сказать, Тольятти положил начало тому курсу, который получил название еврокоммунизма, и который потом охватил коммунистические партии всех капиталистических стран Европы. Еврокоммунизм. То есть коммунизм отличный, и даже не только на практике будущей, которой может быть, но и в теории отличный от того коммунизма, который был в Советском Союзе. И от той идеологии, которая была в Советском Союзе. Кто такой Пальмира Тольятти? Пальмира Тольятти – выдающийся деятель итальянского сопротивления, руководитель коммунистической партии. В отличие от Хрущева и от наших руководителей, это был блестяще образованный человек, который был доктором философии, который занимался разработкой теоретических проблем социализма, развивал марксизм. Но он выступил, собственно, его выступление было связано с критикой Хрущевым культа личности Сталина. Ведь развал идеологии коммунизма, развал Советского Союза начался после, не во времена Горбачева, и не во времена Ельцина, первый смертельный удар нанес Хрущев критикой Сталина. Мы уже говорили не один раз о том, что Сталина надо было ошибки исправить, но его имя надо было не трогать, как это сделали китайцы в отношении Муазадуна. Ну, Восток – дело тонкое, как в одном фильме сказано, белое солнце пустыни, и восточные люди, китайцы, оказались руководителем намного умнее наших. Они не тронули Муазадуна. Поэтому там и компартия существует, и порядок, и Китай на взлете огромном. Становится второй супердержавой. Поэтому критика культа личности поставила европейские коммунистические партии в идиотское положение. Они же выполняли наши все инструкции, наши установки. Мы руководили европейским коммунистическим движением. И вдруг на весь мир сообщили о том, что в Советском Союзе были властью коммунистические допущены преступления. Там начался развал всего. И вот тогда Тольятти выступил с таким обобщением. Он сказал так. Дело не в личности Сталина. Сталин – крупная историческая личность. Не потому, что он был смертельно подозрителен. И не потому, что у него был восточный характер. Дело в том, что культ личности ввиду специфики общественной собственности, ввиду специфики неограниченной политической власти партии, – культ личности органически присущ социализму. Его критиковали очень осторожно. И у нас в стране особенно замалчивалось. Сходили слухи, что кто-то что-то там, Тольятти где-то что-то сказал, и что мы этим недовольны. Но об этом особенно не сообщалось. Поэтому позиция Тольятти такая. Социализм должен быть. Марксизм – великое учение. Но в Советском Союзе оно было извращено. И более того, в Европе нет соответствующих условий для того, чтобы такая идеология была, которая в Советском Союзе действует. Марксистская идеология. Для Советского Союза, ввиду национального менталитета и специфики русского народа, который привык к централизованной власти, чрезмерно централизованной власти, к громадной власти царя, генерального секретаря, первого руководителя и так далее, это может быть и подходит. Но для европейских стран с демократическими традициями, глубокими, такая система не подходит. Она обязательно породит культ личности. Поэтому отсюда появилось то течение, критическое в отношении политики Советской Компартии, которая получила название еврокоммунизма. Просят сказать о Юрии Скуратове. Кто такой Юрий Скуратов, собственно, и почему на него было большое гонение и так далее. Кто такой Юрий Скуратов, ребята? Это генеральный прокурор Российской Федерации. Против него было затеяно грязное дело. Какое дело? Значит, была, скорее всего, как некоторая печать пишет откровенно, в рамках карательных органов или президентской охраны президента или подчиненная ему Федеральной службы безопасности, была, скорее всего, смонтирована пленка, где в бане Скуратов развлекается с двумя девицами легкого поведения в обнаженном виде все. и эта пленка была показана по телевидению в нашей стране. Но когда это вызвало многочисленные протесты, во-первых, вы вторгаетесь в частную жизнь, вы не имеете права этого делать, во-вторых, вы с определенной целью это сделали, потому что вы могли Скуратова убрать, но не показывать эту пленку по массовому телевидению, во-вторых, стали просачиваться сведения, что эта пленка представляет собой монтаж. И тогда стали говорить не Скуратов, который с девицами легкого поведения развлекается, а человек, похожий на генерального прокурора, который, значит, ведет непристойный образ жизни. За это дело взялась крупный прокурор Швейцарии, Швейцарии, Карла Дель Понти. Она раскрыла по существу глаза, что Скуратов явился жертвой подлой политики семьи президента России Ельцина. Значит, что получилось? Получилось так, что был затеян ремонт Кремля. Там, где был зал заседаний, вновь восстановлены, значит, старые царские залы. Все это стало покрыто золотом. Золотой запас, часть его огромная была потрачена на восстановление всего этого. Бородин, который был одно время непосредственным начальником Путина, который ведал хозяйственным управлением президента, через него все это шло. Его арестовали, мы его потребовали, обратно освободили. А швейцарский прокурор за отмывание денег пыталась привлечь его к ответственности. Теперь, она занималась этим делом и пришли вот к какому выводу. Дело все в том, что... Почему Швейцария здесь замешана? Что финансовые расчеты велись по ремонту Кремля через швейцарскую фирму Mobitex. И Карл Эдель Понти было обнаружено, что 40 миллиардов долларов находится у чиновников в зарубежных, главным образом, швейцарских банках. У чиновников России, правительственных кругах России, у членов семьи. И самое главное, что к этому делу была причастена дочь Ельцина. Было большое подозрение, но следствие, естественно, не велось. И это привело к тому, что Скуратова надо было убрать по любому, ну, по любой, видимой, какой-либо чистой или грязной причине. Но чистых причин не было, была причина грязная, была смонтирована. Вот так этот человек явился жертвой подлой политики бывшего президента России. политики, направленной на разворование денег и на обогащение его семьи. Об этом сейчас уже открыто пишется в исторической литературе, поэтому люди должны это знать. Вопрос спрашивает, почему такую громадную роль приобрел Суслов, один из секретарей ЦК, который ведал вопросами идеологии. Я об этом уже не один раз рассказывал. Вот только теперь кратко подведу итог тому, что я раньше говорил, тем более, что у нас остается шесть минут до окончания этой получасовой передачи. Значит, Суслов занимался вопросами идеологии, и он был признан авторитет, тем более, что ни Хрущев, ни Андропов. Ну, Суслов уже к этому времени умер, но в то время, когда Андропов был секретарем ЦК КПСС, он тоже должен быть теоретиком, но, тем не менее, теоретиком Андропов не был. И был признан Суслов наиболее крупным теоретиком. В его руках находилась вся идеологическая сфера, сфера образования, сфера культуры, вся сфера под контролем социальная была. Он вел громаднейшую работу. Он, как идеолог, делал доклады и принимал участие. Это была коварная натура довольно, коварная личность, вернее. Он принимал участие в свержении всех неугодных людей. И в свержении Жукова принимал участие, делал основной доклад. И в свержении Хрущева против Хрущева делал основной доклад на плену МИЦК. Суслов был лично очень скромный человек. Он ходил все время в старом пальто, все время ходил в калошах, когда уже никто не ходил в калошах. И Брежнев как-то предложил членам политбюро ЦИКА, давайте мы сбросимся на пальто, купим Суслову пальто. Но он боялся Суслова. Он во всем Сусловым считался, потому что это был общепринятый теоретический авторитет. Он вел скромный образ жизни. Вот знаете, было, я уже говорил, по-моему, один раз об этом говорил, что он все время стоял в очереди в кремлевскую больницу. И когда один сын Валерия Чикалова попытался пройти без очереди, я, сын Чикалова, ему Суслов говорит, а я Суслов, я тем не менее стою в очереди, надо молодой человек стоять. Он вел скромный образ жизни, был непритязательный в жизни человек. Но его боялись все. Вот я пример уже такой приводил, что я разговаривал с бывшим секретарем ЦК КПСС Манаенковым. Манаенков секретарь такой же ЦК КПСС, какой Суслов и какой Капитонов. Одинаковые права были, хотя Суслов вел секретариат, но Суслов пользовался громадным личным авторитетом. И вот когда Манаенков говорит, я как секретарь ЦК зашел к своему коллеге Капитонову, который вел главное направление в деятельности ЦК КПСС, а именно оргпарт-работу. И когда я с ним пришел выяснить кое-какие смежные вопросы, и мы с ним разговаривали, в это время раздался звонок. Он поднялся, вытянулся в струнку, да, будет сделано, да, будет сделано, да, будет сделано. И когда положил трубку, он достал поток, вытер холодный пот салба и говорит, Суслов звонил. О, каким авторитетом пользовался. Кстати, он занимал на Старой площади в здании ЦК кабинет номер 2. Я был в этом кабинете, но я был тогда, когда этот кабинет принадлежал уже Бурбулесу. Там надо было решить целый ряд вопросов, касающихся Копейска, получения денег и так далее. Это был кабинет, вы знаете, у меня в школе, наверное, ну, половина спортзала составляет такой кабинет, угловой огромнейший кабинет, туда все ходили на полусогнутых. Почему? Таким большим авторитетом был. И ни один вопрос, связанный с гуманитарной сферой, с идеологией, с социальной сферой, по существу не решал Брежнев без Суслова. И даже когда Брежневу убрать надо было кого-то, если Суслов ему покровительствовал, то Брежнев не мог это сделать. Он убирал уже этих людей после того, как Суслов умер. И Суслов похоронен самым торжественным образом рядом со Сталиным. Он похоронен не в стене, а там могилы такие, где хоронили людей, не сжигая. То есть это был серый кардинал нашего Отечества. В общем, Суслов сыграл в нашей стране такую роль, которая еще подлежит тщательному изучению. историками, философами, политиками. Следующие вопросы, а тут еще целая уйма, я отвечу на них в следующей передаче. А сейчас все вам доброго, спасибо за внимание, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Субтитров А.Егорова